Нотикл Ченнел Тысяч фанатов прибыли в бухту Кардиффа и увидели, как команда Wave Muscat одержала победу в пятом раунде серии экстремальных гонок. Для Азам и девушек из команды CSA эти гонки вокруг Британии и Ирландии стали рекордными. Новые лодки Volvo 65 прошли проверку на настоящей дистанции. Себастьян де Стрэмо расскажет о последних новостях виртуальной регаты. В Тиахупу была идеальная погода для очередного этапа тура Ассоциации серфинга. Медина обошел Слейтера в финале с разницей в каких-то 0,03 очка. А также Жан-Карло Педота и команда Призмиан непобедимы. Они стали первыми в гонке из Лёса-Бальдолонь до Азорских островов и обратно. В Килле пришло время чемпионата мира в классе 505. НС-Спортс. Всегда в курсе событий. На прошлой неделе бухта Кардифа превратилась в настоящую парусную арену. Посмотреть на пятый раунд серии экстремальных гонок собралось более 90 тысяч зрителей. Несмотря на слабый ветер, катамараны класса 40 выглядели очень эффектно, а трое лидеров до самого конца боролись за победу. На этот раз все решилось в финале. На повороте, когда действующие чемпионы искусно спровоцировали пробку у знака, повлекшую за собой множество столкновений и штрафов. Мы не были первыми во всех гонках, но мы всегда выступали достойно. Очень старались, наша команда действовала слаженно. Мы сделали все, что могли, и нам повезло. У наших главных соперников в туре день был похуже, чем у нас. Они нас опережали, пусть и не сильно, так что мы довольны результатом. Ли Макмиллан на борту Wave Muscat. Как же рада команда. До этого ни одна из сильных команд, дебютировавших в сезоне 2014, не могла по-настоящему бросить вызов ни Макмиллану, ни Ларсону, на счету которых, соответственно, 6 и 5 побед в Кардифе. И достаточно мест в первой тройке. Все внимательно следят за противостоянием Wave Muscat и Олинге. Раньше для Кама, ребят из Новой Зеландии и Бена Эйнсли, появление которых было настолько заметным, подобный формат гонок казался сложным. Они старались привыкнуть к нему, но все изменилось. Может быть, преимущество дало свои плоды, но на этот раз за победу боролась команда BAR. На их счету 11 мест в первой тройке по итогам 32 гонок. И хотя в самом конце они скатились со второго на третье место, у команды отличный результат. К тому же до 35-го Кубка Америки остается все меньше времени. Команда Emirates на этот раз выступила не блестяще. Франк Кама также оказался в числе неудачников. Группами пришлось исправлять результаты по итогам 12 гонок. А также чинить свою лодку после серьезного столкновения с GAC Pindar в первый день. Команда Алинги выиграла раунд в Санкт-Петербурге. После соревнований в Британии Wave Muscat сократили разрыв всего до двух очков. Удастся ли им сохранить корону? Следующий раунд пройдет в середине сентября в Стамбуле, и мы его не пропустим. А экстремальные гонки в Кардифе вы увидите 29 сентября в 9 часов вечера, только на Nautical Channel. Можете называть это как хотите – выпускным экзаменом или подготовкой к очередному раунду кругосветных гонок. Но на гонках вокруг Британии и Ирландии 2014 все не могли оторваться от новых лодок класса VOR65. Пять команд вышли на дистанцию протяженностью почти в 1800 морских миль по Северному морю. Погода была суровой. Скорость ветра превышала 30 узлов. В этом году из-за обширного низкого атмосферного фронта старт пришлось отложить на сутки. Лучшей частью классических августовских гонок стал скоростной отрезок по ветру. А затем показатели сильно снизились. На этой регате решающую роль также играла тактика – командам нужно было набрать скорость и выйти на наиболее прямой путь. Команды выступали на одинаковых лодках класса VOR и все зависело только от их опыта и уровня подготовки. Новые лодки для гонок Volvo Ocean Race опережали все остальные команды, среди которых также были классы MOD70, OPEN60, 40 и IRC. Они быстро набрали скорость на старте, Walker и Azam шли плечом к плечу с новичками командой Campus из Испании под руководством ветерана Икера Мартинеса. По итогам борьбы лодок нового дизайна команде из Абудаби удалось не только оставаться впереди во время гонок, но и установить впечатляющий рекорд на дистанции – 4 дня, 13 часов и 10 минут, при средней скорости в 16,24 узла. Все с нетерпением ждали гонок в классе FAR на лодках с одинаковым дизайном, и на этот раз мировому центру рекордов также не пришлось скучать. Женская команда CSA установила собственный рекорд. В классе MOD70 были свои рекордсмены. Команда Aman Air Musandam открыла игры с новым рекордом для многокорпусников. Их время составило чуть больше трех дней, они одержали общую победу в реальном времени. А команды Artemis Endeavor и Swish побили рекорды соответственно в классах IMOCO 60 и 40. Победа в гонке вокруг Британии и Северной Ирландии досталась команде Varuna из Германии по результатам с исправленным временем. Тысячи зрителей следили за гонками этого года, еще больше вышли на дистанцию в прямом эфире. Они бросили вызов лучшим яхтсменам благодаря своим ноутбукам, планшетам и смартфонам. Давайте подробнее узнаем, как прошла виртуальная регата. Слово старшему корреспонденту Себастьяну де Стрэмо. Старт виртуальной регаты был отложен из-за плохой погоды. Здравствуйте. В воскресенье в Коузе лил проливной дождь. Синоптики обещали, что ветер превысит 40 узлов. Тысяча участников готовы к старту, но он откладывается на сутки. Еще одна поправка. Дистанцию нужно будет проходить против часовой стрелки. Шарль Кадрелье, капитан франко-китайской команды Донг Фэнк, чувствует облегчение. Честно говоря, мы все рады. Погода была очень плохой. Не стоит отправляться в такую погоду в открытый океан, где можно полагаться только на себя. В понедельник, 11 августа, гонка, наконец, началась на невероятных скоростях. На дистанции впервые официально дебютировали новые лодки класса Вольво 65. Борьба была напряженной. На середине пути Факуэн из Франции лидирует в туре вокруг Британии, но это ничего не значит. После двух суток гонок первые четыре команды идут в десятых долях мили друг от друга. На обратном пути к Коузу борьба становится жестче. За несколько часов до финиша первые пять лодок изо всех сил старались вырваться вперед. Последнее испытание гонки вокруг Британских островов, переход вокруг острова Уайт. Команда Banzai 49 TPN идеально выполнила последний поворот Оверштаг и выиграла гонки 2014, опередив 14 тысяч игроков. Все чаще мы называем что-то эпичным, но вряд ли можно найти более подходящее определение для Тиахупу. Соревнования Билла Бонг Про среди мужчин в этом году прошли на высоте. С Тихого океана пришли огромные волны, которые делают эту маленькую деревушку на юго-западе Таити особенным местом. Здесь можно увидеть самый лучший серфинг на планете. Участников ждали сильные волны в 5-6 метров, и на туре Ассоциации серфинга они смогли получить отличный счет. Семь идеальных десяток и многочисленные девятки во время соревнований. В финальном противостоянии участвовали лидер мирового рейтинга Габриэль Медина и обладатель наибольшего количества побед в истории, его величество Келли Слейтер, выигравший в 2013. Бразильцу нужно было сохранить первенство и даже увеличить отрыв в Тиахупу. И он отлично выступил. Сначала обыграл Калоя Андина из США в четвертьфинале, затем выиграл в полуфинале у австралийца Бебе Дёрбриджа. Пятеро участников могли претендовать на победу в чемпионате, и Келли Слейтеру также были нужны хорошие результаты на Таити. Американец оставил позади Оуэна Райта из Австралии в четвертьфинале, затем выступал почти на равных с Джоном Джоном Флоренсом с результатом в 19.77, но все же обошел его по правилам, получив наивысшую оценку за отдельную волну. В невероятно сложном финале Медина с самого начала вырвался вперед, а Келли сильно отстал. Слейтер все же старался набрать очки и вскоре прошел огромную бочку, и к радости зрителей получил оценку в 9.63. Бразилец ответил достойно, а получил 9.53 и удержался впереди. Слейтер медленно сокращал разрыв, когда до конца попытки осталось всего 30 секунд, он получил оценку в 9.30. Но числа были безжалостны. Благодаря всего лишь 0,03 очка победа на соревнованиях Билла Бонг Про на Таити досталась Габриэлю Медине. Когда попытка закончилась, я сходил домой к маме, и ее слова вдохновили меня. Она сказала, что никто не сравнится с Богом. Я верю в него, и верю в то, что он мне помог. Такая погода и возможность выступить против этих ребят – это самое настоящее благословение. Мы все дружим, и сейчас я по-настоящему счастлив. Медина уже в третий раз выиграл этап тура Всемирной ассоциации серфинга. На этот раз он увеличил отрыв от остальных. Слейтер снова оказался вторым. За ним следуют Джоэл Паркинсон, Мишель Буре и Мик Фанинг. В серии осталось всего 4 раунда. Все с нетерпением ждут соревнований Херли Про, которые пройдут в Сан-Клементе в Калифорнии. В наших следующих выпусках вы узнаете все подробности. Самые интересные моменты – выступления и интервью. Все это вы увидите в нашем специальном выпуске совсем скоро и только на Нотикл Ченнел. Во время нашего перерыва соревнования были такими же насыщенными, как всегда. Мы коротко расскажем о самом интересном. Новая звезда сольных гонок из Италии Жан-Карло Педоте и Призмиан завоевали новую победу. На чемпионате Франции по гонкам в классе мини 6.50 в августе они стали лучшими на гонке из Лёса-Бальдолонь к Азорским островам и обратно. Пройдя дистанцию атлантической регаты из двух этапов за 12 дней, 23 часа и 44 минуты. Через 9 часов определился обладатель второго места – француз Николя Буадвизина и Мажин Альзас. А через 24 часа еще один подающий надежды итальянец Мишель Замбели стал третьим. В пятых полутрансатлантических гонках в классах «Прото» и «Серия» приняло участие почти 200 их сменов, для которых путешествие до Азорских островов и обратно по дистанции в 2540 морских миль стало настоящим испытанием. Майк Холт и Роб Уолфол из США стали новыми чемпионами мира в классе 505 по итогам 7 регат, прошедших на прошлой неделе в Киле. В соревнованиях в Германии приняло участие 173 яхтсмена. Они стали третьими по численности за всю 60-летнюю историю класса. Американцы задавали темп, одержав три решительных победы и удержались впереди благодаря местам в первой тройке. Они уверенно оторвались от остальных на шесть очков. Питер Николас и Люк Пейн из Австралии до самого конца боролись, получив две победы и второе место. А Вольфганг Хунгер и Жюльерн Клейнер отстояли честь Германии и стали третьими. Фанатов серфинга ждет еще много интересного. Не пропустите наш специальный выпуск, посвященный соревнованиям в Тиахупу. Вы увидите огромные волны и узнаете, что испытали участники на Саити. Совсем скоро и только на Nautical Channel. NC Sports. Всегда в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова